Вы смотрите канал улицы Москвы, мы перемещаемся в центр, и здесь вот возле станции метро Кропоткинская располагается площадь Причистинские ворота, в советское время именовавшаяся Кропоткинской площадью, как и станция метро. Но по центру кадра Храм Христа Спасителя, восстановленный уже, так скажем, в Новой России. Здесь сходятся сразу несколько улиц, в частности, Гоголевский бульвар, Волхонка, туда прямо Саймоновский проезд, Причистинка, Остоженка и Причистинка. Прямо располагается памятник Фридриху Энгельсу. Туда вот по Волхонке самый центр города будет, хотя мы и так уже в центре, то есть где Кремль находится, улица Махавая. Но мы прогуляемся сейчас в обратную сторону, где между Остоженкой и Причистинкой проходят небольшие переулочки Севловский и Лопухинский. Свет. Оборудована специальная еще здесь велосипедная дорожечка. Так, ну идем пока что по улице Остоженка. Здесь вот строится многофункциональный комплекс с апартаментами. Прошли чуть дальше по улице Остоженка. Так, ну и вот он уже поворот во Всеволожский переулок будет справа. Слева у нас Пожарский переулок. Мы как-то бывали на нем. Что касается Всеволожского переулка, его протяженность составляет 170 метров. И назван он по фамилии дворян Всеволожских. Самый известный, самого известного из которых звали Николай. И он владел здесь типографией. Этот квартал вообще между Кропоткинской и Парком культуры. Если по метро ориентироваться, представляет собой так называемую Золотую милю. Конечно, это не официальное название. Здесь самое дорогое жилье в Москве. Много, соответственно, различных апартаментов и прочих элитных строений. Ну вот, например, что-то на противоположной стороне. Я искупаю. Результаты завешен. Результаты легионы. Результаты легион. вышли на улицу причистенко здесь пока что расстояние между остоженкой и причистенкой совсем крошечные но по мере приближения к садовому кольцу она будет увеличиваться но мы сейчас пройдемся по причистенке чуть дальше и свернем следующий переулок который называется лопухинский музей льва николаевич толстого лопухинский правильного названия и назван он по фамилии поэта переводчика авраама васильевича лопухина но чуть по длиннее но ненамного 200 метров его протяженность вот этого переулка но уже все таки больше чем вот предыдущий был здесь располагается посольство что за страна даже сказать так сразу не могу кения так вот вообще в центре много посольств в районах арбат хамовники особенно а вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Улица Остоженко здесь... Зачатевский мостырь... Зачатевские переулки... Три... Но там особенно престижно... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...